Всем привет! Сегодня мы поговорим о лучших оружиях режима Остров Розмарин. Это оружие, которое наносит высокий урон или обладающие атакой по области. Поехали! Первое оружие. Радужный Гатлер. Идеально подходит для режима высокой скорострельности и уроном по площади, что было сказано в предыдущем ролике. Кто не видел, ссылка в описании. Комбинируется с вторым и третьим навыком Рыцаря, третьим навыком Ассасина. Мада. Как говорилось ранее, одно из лучших ближних оружий. Высокая атака, высокий урон, комбо-атака, сплэш-урон. Это все про это оружие. Подходит под все режимы. Гадюка. Вы можете поспорить. Мол, что этот дрын здесь делает. И вы ошибаетесь. После выстрела во врага снаряд делится на маленькие самонаводящиеся снаряды, которых очень много. Особо эффективно в больших скоплениях врагов. Надо должным образом прокачать оружие. А именно урон и скорость. Фиолетовый лазерный меч. При полном заряде моментально стирает всю карту. Можно просто стоять где-то в углу. И рекомендуется брать второй навык Ассасина. Сразу три лазера это очень сильно. Дыхание Аида. Без лишних слов одно из лучших орудий для этого режима. Надо прокачивать здоровье атаку. И скорость. Моментально стирает скопление врагов. Кулак. Высокий урон. Скорость не требует маны. Просто и эффективно. Червяк. Без лишних слов. Просто смотрите. А теперь бонус для тех кто дошел до конца. Лучшее оружие среди синергии. Это желтый лазерный меч. Перекованный священный меч. Громовый меч. И крутой по новейшего поколения. Ну а на этом все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok